Село Верхний Юрт сегодня претендует на звание самого благоустроенного. Отремонтировано больше полутора тысяч квадратных метров асфальта, проложены новые дороги, построены детские площадки, модернизирована трансформаторная подстанция, заменены электролинии. Вся эта работа проведена совместными усилиями депутатов, сотрудников администрации и, конечно, самих жителей. Сами люди тоже пошли навстречу, видя усилия администрации благоустройства. Заменено около 10 заборов за этот год по центральной дороге. Также ведется уборка преддомовых территорий, территорий многоквартирных домов. Благоустроятся уже существующие детские площадки. Так, например, на переулке Табачном были установлены дополнительные лавочки, заменены урны. Предстоит еще покрасить газопровод, но это уже после того, как пройдут морозы. К слову, к их наступлению село было готово. Заранее обрезали деревья возле электролинии, своевременно посыпали песчано-солевой смесью улицы. Между тем, без ошибок не обошлось. Есть и некоторые проблемы с водоснабжением, доложил на сходе жителей верхнего юрта глава Барановского сельского округа. Оснабжение села у нас осуществляется двумя насосными станциями. Это насосная станция Октябрьская, которая у нас внизу, и насосная станция Богушевская, которая наверху. Техническое состояние системы водоснабжения неудовлетворительное. Сети мы приняли на баланс города, однако водоканал пока не до конца их принимает. Такого отношения к городскому имуществу заявил глава курорта он не потерпит. Анатолий Пахомов дал поручение правовому департаменту администрации подать в суд на водоканал за неисполнение своих обязанностей. Это была порочная практика, сделана до меня. Я говорил, что это глупо, когда взяли и передали юг водоканалу, а потом они Сочи водоканалом стали. Ну, что получили, то получили. Получили неорганизованную организацию, которая бесшабашно относится к нашему имуществу. Но проблемы с водоснабжением у жителей села Верхний Юрт могут возникнуть и по их же вине. Если они своевременно не заключат договоры на вывоз жидких бытовых отходов. Владельцы 280 домовладений уже оформили необходимые документы. Осталось порядка 90. Контролирует ситуацию еженедельно специальная комиссия. На нарушителей составляют административные протоколы и выписывают штрафы.